Всем привет! С вами Андрей Сонар. Давно не было красивых каких-то видео с производства. И вот очередное видео. Вот вы смотрите на заднем плане какая красота. Это RAFT LADYA 16F. В принципе по корпусу это тот же самый RAFT 16F, но имеет вот такую великолепную оконечность. И сейчас на него наклеивается красивый-красивый орнамент. Это не нанесение краской орнамента, это именно наклеивание декалей, поэтому орнамент будет стойкий и вечный. Активно идет RAFT-овая тема. RAFT делается много, RAFT делаются большие и маленькие. Фальшборд отличный способ получить мореходную моторную лодку, но при этом, чтобы она еще сохраняла ход под байдарочным веслом. Мы не увеличиваем фальшбордом общую ширину, мы только поднимаем борт. Поэтому на даже таких вот больших байтботах можно вполне комфортно ходить под байдарочным веслом. А наверху лежит большая-большая лодка экспедиционная от тайм-триала. Сокращенно БЛЭТ. Вот такое у нее забавное название. Что это за лодка? Это фактически RAFT, но без самоотливного донышка и рассчитанной под греблю парными веслами. Это очень большая, ходкая, мореходная, классическая грибная надувная лодка. Часто спрашивают, как выглядит днище байтбота, выпирает ли вниз днище, или наоборот оно заглублено в баллоны. Смотрите, днище вровень с баллонами. Это наиболее оптимальный вариант для таких лодок. Ну вот она лодка БЛЭТ крупным планом. Как видно, она с надувным днищем низкого давления. И оцените ее размер. Здесь спокойно можно 4 человека разместить, 6 человек можно разместить. И это чистый-чистый грибной надувастик. Так что тем, кому нужна надувная грибная классическая лодка больших размеров, вот это то, что надо. Пучок вегиных баллончиков. И очередной пучок баллончиков готовится. Главный специалист по пучкам из баллончиков. И вот такая интересная буксируемая конструкция. Я думаю, если прицепить ее к гидроциклу, то на воде пассажирам будет весело. Хороший аттракциончик. Так что продолжаем работать. Очереди, конечно, растут. Сейчас уже изготовление одного изделия. Это ждать надо 4 недели. Дальше, наверное, все будет еще сложнее, так как сезон только начинается. С вами был Андрей Санат. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok